Добрый вечер! Это Big Brain League из Москвы, России. Мы сегодня в компании Полины Аскери, известной московской галеристки, как это говорится по-английски. В последний год из-за пандемии, из-за того, что мы были в локдауне в разных странах, то, почему мы безумно соскучились, это общение, искусство, арт-галереи, мероприятия. Поэтому я безумно рада быть на открытии твоей выставки. Спасибо, что пришли. Большое спасибо. Говоря про 2020 год, расскажи нам что-то позитивное, чем он тебе запомнился. В целом год был очень позитивный, потому что у меня есть два проекта. У меня первый проект есть Аскери Галери, а второй проект есть онлайн-платформа artonline24.com, где каждый желающий со всего мира может зайти и найти себе доступное искусство домой. Это может быть графика, живопись, скульптура, фотография. В принципе, все, что можно. И ценовой диапазон абсолютно разный. От 2000 рублей до 500 тысяч рублей. То есть на любой вкус. И, конечно же, во время локдауна, когда люди сели дома, они вдруг огляделись по сторонам и поняли, а где я живу, а что происходит? Потому что до этого ритм жизни, особенно жителей больших городов, был абсолютно ненормальный. Абсолютно он был дико бешеный. И когда люди лишились этого ритма, они сели дома. И в этот момент многие поняли, что дома у них не совсем то, что они хотели бы видеть. И люди стали заказывать искусство. И я этому безумно радовалась. Лично сама очень много развозила картинок. У меня был специальный, пропуск во время локдауна. И я, честно говоря, просто наслаждалась этим временем. У меня здесь только те художники, которые нравятся мне самой. И те художники, чьи работы есть в моей личной коллекции и висят у меня дома. И я считаю, это очень важно. Это такой показатель того, что я верю в этих художников. Я верю в это искусство. Я наслаждаюсь им. И, соответственно, я готова делиться с коллекционерами, готова делиться с публикой, своими знаниями и своей любовью к этим художникам. Искусство для тебя – это бизнес или страсть? Что больше? Безусловно, для начала это для меня страсть. Изначально галерея открывалась как хобби. Я зарабатывала неплохие деньги, будучи моделью. И очень хорошие деньги также, как журналист. Я была главным редактором сайтом модным очень, с миллионной аудиторией. И, в принципе, у меня не было никакой нужды в финансах. И я решила, что я займусь тем, что мне нравится. Потому что я уже настолько много себе купила работ, что их было негде хранить. Я стала советовать своим друзьям, подбирать какие-то работы для их домов, квартир. Потом я помогла своей сестре, которая дизайнер интерьеров, несколько ее объектов подобрать искусство. И вот так вот степ-бай-степ все это завязалось. И сейчас эта страсть и эта любовь, она приносит деньги. Безусловно, это уже бизнес-проект. Я зарабатываю, я самостоятельно абсолютно. У меня нет спонсоров галереи и никогда их не было. Я вижу потенциал в художниках. И у меня в галерее есть очень классный художник. Его зовут Даниэль Зак. Это русский художник. Он ученик Захи Хадид. Он изначально был архитектором. Он работал у нее в бюро также в Лондоне. И потом вернулся в Россию и стал скульптором. Так вот, он когда пришел к нам в Аскери Галере, у него не было никаких проектов. Он был абсолютно нулевой художник. Его никто не знал в мире. Мы его взяли как новый проект. И я увидела в нем потенциал. Я не была на сто процентов уверена, что он будет продаваться и продаваться хорошо. Потому что для того, чтобы вырастить, сделать из художника звезду, нужно инвестировать большое количество денег. И нет никакой гарантии, что эти деньги отобьются. Но моя практика показывает, что те художники, которые нравятся мне, они нравятся моему кругу, окружению. Они нравятся моим друзьям. Они нравятся моим коллекционерам. И они видят в них то же самое, что вижу я. Они видят их потенциал. Плюс я немножко тут еще лукавлю, потому что я по первому высшему образованию маркетолог. И, соответственно, я знаю, как выстроить путь, стратегически правильно просчитать и выстроить правильный путь развития имени художника. И его карьерный путь выстроить. Можешь ли ты сказать о каких-то характеристиках вообще людей из твоего окружения? Безусловно, это люди, интересующиеся жизнью, любящие жизнь. Люди, которые развиваются, постоянно находятся в каком-то ритме, в движении. Люди активные и люди очень глубокие. Когда я окруждаются людьми успешными, самая главная их черта, которая связывает их всех, они кайфуют от того, что они делают и чем они занимаются. То есть у них каждая минута, каждая встреча, каждая ситуация – это какой-то драйв. Абсолютно согласна. Вот прямо они включены. И вот это вот включение ты чувствуешь на каком-то энергетическом уровне. Тебе хочется рядом с ними стоять, тебе хочется рядом с ними делать какие-то проекты. Хочется как-то быть рядом с ними. И я всегда учусь у лучших, поэтому я всегда думаю, как же здорово, что у меня есть возможность заниматься любимым делом. И это любимое дело мне приносит не только удовольствие, но еще и, в общем-то, успех. Конечно, Москва занимает одно из последних мест на мировой карте по искусству как бизнесу, потому что здесь у нас очень маленький оборот, люди не очень много покупают на самом деле. И нам никогда не тягаться с Америкой или с Англией, например, или с Китаем. То есть мы пока где-то в начале пути. Если говорить об открытии галереи, например, у меня есть планы открытия Scary Gallery в Лондоне, и я бы хотела очень открыть Scary Gallery в Нью-Йорке. Ну и, может быть, еще, наверное, где-нибудь в Швейцарии я бы попробовала себя и свои силы. В Цюрихе, например. Ну ты знаешь, мы в Big Brain у нас тоже большие проекты, связанные с искусством в Лондоне. Поэтому для этого у нас создано еще как бы другое направление, которое называется Big Brain Capital. Я думаю, что у нас будет тема для совместных разговоров. Полин, огромное спасибо. Мне было очень приятно, и я думаю, что это только начало. Большое спасибо. Приходите к нам в галерею, если вы в Москве, если вы не в Москве, обязательно приезжайте. И у нас есть коллекционеры, которые прилетают со всего мира именно к нам. Мы помогаем им, организовываем туры по главным музеям, а не только у нас в галерее. Поэтому любите искусство, как его любим мы. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры в Малилик. Ирина!